Реконструкция госпиталей и запрет на фейерверки. Такие вопросы стали основными на заседании городского координационного предпринимательского совета. О чем еще говорили на встрече, узнавали наши журналисты. На заседании совета предприниматели рассматривали вопросы об упрощении получения разрешительных документов на землеотвод и на подключение к теплосетям для бизнеса. Множество дискуссий вызвало вопрос о запрете фейерверков. Исполком горсовета принял такое решение 8 августа. Это коснулось лоточной торговли. Предприниматели, торгующие пиротехникой, обратились в городской совет по вопросам развития предпринимательства с жалобами на это решение. Ведь это не те, кто торгует фейерверками, запускаем. Запускаем мы с вами, граждане города Запорожья. И обратиться к гражданам города Запорожья, что учитывая все-таки политическую ситуацию в Украине, максимально ограничить использование вот этих шумовых фейерверков в городе в любое время дня и ночи. Потому что вот у нас и механизма нет. И вы знаете, вот болельщики прошлись по проспекту Ленина, они же использовали, мы же ничего не сказали. Вроде бы как. Можно, да? А на самом деле нельзя. Поэтому здесь надо, мне кажется, немножко доработать все-таки это решение. В ходе заседания совета было решено выступить с предложением в исполком, уточнить решение о запрете фейерверков. Поднимали и вопрос реконструкции военного госпиталя. Пока активно помогают харьковские предприниматели, говорит советник директора КП основания Сергей Магнесюк. В департаменте ЖКХ надеются, что и запорожский бизнес подхватит инициативу. Я обратился с просьбой в помощи по ремонту этого госпиталя военного. То есть кто чем может, кто материалами, кто живой силой, рабочими руками, кто средствами. То есть посильную помощь оказать нам введение работ по восстановлению госпиталя. Бюджетных денег там не предусмотрено. Некоторые из присутствующих на заседании предпринимателей вообще впервые услышали о проводимой реконструкции. Кто-то сказал, что уже включились в работу, купили обои и даже мультиварку для госпиталя. А в целом запорожский малый бизнес одобрительно отреагировал на инициативу. В департаменте ЖКХ выразили надежду, что и крупные промышленные предприятия тоже подключатся. Ведь в общей сложности на полную реконструкцию лечебного заведения необходимо более 10 миллионов гривен.